Всем привет! Сегодня я вам покажу как я делаю мясные рулеты. Этот мясной рулет получается очень-очень вкусным. Его можно готовить и подавать как на праздничный стол и так же самое можно готовить его и на каждый день. Это вкуснее чем любая колбаса. Приготовить его можно по-разному. Каждый раз добавляю что-то новенькое и получать абсолютно другой результат. Готовится он очень просто. В этот раз я буду готовить его из-за шейка. Это мясо более с прослойками жирка, поэтому оно не получится сухим у нас как с обычной мякоти. Обрезаю там где-то какие-то косточки или хрящики у вас попадаются и начинаем разворачивать кусочек. Подрезаю с одной стороны и буду разворачивать. В общем смотрите за руками как я это делаю. Разворачиваем по кругу как улиточку. Мясо толщиной должно быть где-то сантиметр-полтора. Вы вот так вот ориентируйте, чтобы вам удобно было его и отбить и свернуть потом. И вот так просто по кругу я его срезаю. Просто прокручивая свой вот такой вот пласт мяса. И последний кусочек я просто разрезаю кармашком. Где вот плохо будет скручиваться, просто делаю на мясе разрезы, чтобы получился вот такой пласт. И теперь этот пласт нам нужно будет отбить, чтобы он был и помягче, и хорошо мариновался, и сворачивался. Отбиваем его молотком, не жалеем с двух сторон. Приготовим соус. Соус сюда можно приготовить абсолютно любой. У меня в этот раз это будет сметана, соевый соус и чеснок. В принципе, очень люблю еще, допустим, майонез, горчица и мед. Тоже очень вкусный. Но чеснок практически всегда кладу. Мне очень нравится, когда пахнет чесноком мясо. По-настоящему мясное. Добавляем сюда соль и специи, любые по вкусу. Перец, либо какая-то смесь специй, которая вам нравится. Перемешиваем и этой смесью будем наше мясо натирать, делать ему массаж. Выкладываем внутрь рулета практически всю эту смесь. Оставляем буквально 2 ложечки для того, чтобы перемазать рулетик сверху. За счет того, что мы сворачиваем рулет, он в принципе намажется у нас этой намазкой с двух сторон мяса. Промазываем везде до конца, доходим. Можно и просто сухими специями. Заворачивая рулет, можно туда завернуть какие-то жареные грибы. Можно завернуть сюда морковку соломкой, чтобы получать как буженина. И заворачиваем вот такой вот рулетик. Не сильно его сжимаем, для того, чтобы не вытекла у нас вся эта начинка наша. Но при этом довольно плотненько. Вот такой вот красивый рулетик получается. Теперь нам понадобится плотная нить, которая не плавится. Либо специальная кулинарная нить. Вот такая вот. Довольно большой отрезок для нее нужно. И будем вязать. Сначала сверху завязываем, делаем петельку и связываем. Нам понадобится только один длинный конец. Теперь берем, делаем петельку руками. Продеваем мясо сквозь нить. И через эту петельку просовываем весь оставшийся шнурок. Затем подтягиваем по кругу и стягиваем рулетик. Для того, чтобы его хорошо стянуло. Опять делаем петельку, отступая где-то сантиметра полтора-два. И протягиваем. И так делаем до самого конца рулета. И в конце завязываем узелочек. Либо еще можно вокруг, с другой стороны, чтобы подтянуть края рулета. Допустим, провернуть, если у вас остался лишний шнурочек. Получается очень красивый и аккуратный рулетик. Посмотрите, какой он ровненький. И остатками нашего соуса промазываем рулетик сверху. И такой рулетик теперь нужно будет отправить в рукав, либо замотать в фольгу. Мне больше нравится в рукаве. Ему нужно, конечно, промариноваться хотя бы пару часов, либо оставляем его на всю ночь. Я вот делала еще два вот таких рулетика, которые потом у меня пошли в морозилку. Их я потом заготавливаю как бы впрок. Один жарю, два у меня еще осталось. Затем отправляем в духовку. Температура 180-200 градусов. И пекутся они у нас от часа до полутора. Получаются очень вкусные и очень нарядные рулеты. Обязательно пробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.